Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А тема сегодняшней программы – «Как пережить развод». Эту тему раскрыть я пригласила Ольгу Счастливцеву, неопсихолога и психотерапевта. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Так жизнь складывается. Иногда люди встречаются и могут прожить всю жизнь. А бывает иначе. Бывает, что у людей расходятся взгляды, расходятся сценарии жизненные, и нужно поставить точку или же многоточие. И для многих это действительно бывает и трагично, и тяжело. Итак, как пережить развод? Вообще, что такое развод с точки зрения психологии? Вы знаете, считается, что пережить развод гораздо тяжелее, чем пережить расставание в любовной связи. Потому что все-таки люди, когда разводятся, это ведь уже не просто двое. Даже если их было действительно двое в семье, но это целая система и ценностей, и уклада жизни, и каких-то ожиданий друг от друга, и разочарований в этих ожиданиях. Потому что когда люди просто в паре, и у них отношения влюбленности, эта влюбленная пара – это один момент отношений, свой сценарий раскручивания этих событий. Когда люди являются супругами, мужем и женой, то действительно появляются совсем другие ожидания, совсем другие надежды, друг на друга возлагаются волей-неволей. Поэтому развод переживается гораздо тяжелее. И очень многие слышали наверняка такую фразу, что это как маленькая смерть. Да, расставание – маленькая смерть. Поэтому и мужчины, и женщины переживают одинаково тяжело, эту утрату формы жизни, утрату общения. Образуется что-то вроде такой психологической дырки пустого пространства. А мы все прекрасно знаем, что природа не терпит пустоты, и поэтому мы, как живые организмы, как часть огромной-огромной планеты Земля и природы, и Вселенной, мы также не можем терпеть этой пустоты, которая образуется после развода. Поэтому и мужчины, и женщины переживают это очень тяжело. Хорошо. Говорят, что, например, этот человек так и не оправился после развода. Вот такие есть истории в жизни. Или наоборот, ой, он так легко вышел из этого состояния. Я не буду говорить про половую принадлежность. Это может легко выйти из состояния развода в свободную жизнь. Женщина и мужчина. Как вы думаете, что объединяет людей, которые могут легко справиться с этим психологическим состоянием? И в чем особенность тех людей, которые застряли в нем? Ну, собственно говоря, Надежда, уже и озвучен ответ. Если мы застреваем в том, чего уже не существует, жизнь так у нас уже подвела к этой истории, сменить обстоятельства нашей жизни, то те люди, которые застревают, которые не готовы, которые не хотят, хотя они думают, что не могут принять эти новые обстоятельства в своей жизни, конечно, они очень тяжело адаптируются к новым условиям. Я уверена, что те люди, которые легко проживают расставание, развод, на самом деле это тоже дается им большого труда. Но секрет в том, что они работают над собой. Они смотрят куда-то вперед, они, наверное, умеют опираться на другие стороны своей жизни, кроме отношений, может быть, на любимое дело, на работу, на детей, на новый круг общения. То есть рекомендация какая может быть? Сакцентировать внимание, расширить его еще на других аспектах своей жизни. Но об этом мы еще поговорим, да? То есть все-таки это тема выбора. Или же я жертва и наслаждаюсь этим состоянием, или же я прописываю траекторию своего развития, выход на другой уровень из состояния вот этого развода? Да, совершенно верно. В нашей жизни вообще все является нашим добровольным выбором, кем нам быть, куда нам плыть и куда смотреть. Хорошо. Вот если все-таки такое произошло в твоей жизни, что ты оказалась в состоянии развода, или оказалась в состоянии развода, нужно ли анализировать, из-за чего распался брак, кто в этом был прав, кто в этом был виноват, можно ли попробовать войти дважды в одну и ту же реку? Вот это все с точки зрения психологии полезное времяпрепровождение, или же все, как говорится, отрезало и идешь далее? Вот вы знаете, вообще проводить работу над ошибками, это очень полезно. Чего бы это ни касалось? Даже если, например, это касается работы, какого-то не очень успешного проекта, то, конечно, люди думают, где я что-то сделал не то, где я, может быть, промешкал, сплоховал, что нужно усилить в следующий раз, где я был неправ, где я чего-то не учел. И это помогает в следующий раз быть успешным. Я считаю, что все-таки работу над ошибками стоит проводить. Единственное, очень тонкий момент. Не удариться бы в самокопание, которое может превратиться в вырывание себе ямы, и движение вперед не происходит. Но... А где эта грань? А вот где эта грань? Когда человек занимается самокопанием, ему становится все хуже, хуже, грустнее и печальнее. И, в общем-то, состояние, что я жертва, я недостойный человек, о, боже, я не заслуживаю лучшего. И какие-то мысли вроде этих, вот это критерий того, что человек не развивается, а копает в себе яму, занимается самокопанием и вырывает просто себе яму. А человек, который занимается саморазвитием, все-таки ему от раза к разу становится лучше. Ну, то есть самоанализом, да? То есть вот я думаю, что эти отношения у нас не сложились по такой-то причине, да? Я делаю выводы и при этом себя не чувствую виноватым, не чувствую, не начинаю себя, да, по идее есть, как говорят, да, в народе. Более того, здесь есть две грани. Или я жертва, боже мой, какой мой партнер, ну, жена или муж, плохой человек, как я несчастен, я просто попал в западню, и сколько раз я не пробовала, ничего не получалось, меня никто не любит, да? И есть другая грань, притеснитель. Что у меня всё в порядке, это он не в порядке. Я вообще достойный человек, ну, мужчина или женщина. А он вот такой-сякой. И забрасывает партнёра обидами и присуждает вину, даже не ответственность, а вину за развод только своему партнёру. Вот не впадать бы в эти... Крайности. Крайности. Стоит что делать? Что вообще помогает двигаться вперёд? Это посмотреть вообще, чему меня научили эти отношения. Более того, очень важный вопрос, на мой взгляд. Не почему это случилось, потому что этот вопрос как раз-таки ведёт к самокопанию. Да, и можно не найти, да, ответа. И можно не найти ответа никогда в этом клубчике. А лучше бы задаться вопросом гораздо перспективнее. Для чего в моей жизни... Случились эти отношения. Случились эти отношения, и для чего в моей жизни случился развод? Вот, ведь это, с одной стороны, конец чего-то, а с другой стороны, в тот же самый момент, это начало чего-то. Ещё какое начало? Поэтому стоит задаться вопросами, а для чего это произошло? Какие перспективы, какие возможности открывает для меня вот эта ситуация «я»? Хорошо. Очень мне нравится такой посыл «открываем перспективы». Потому что, с одной стороны, вроде бы это такая трагедия-трагедия, да? Рушится семья, рушится, как вы сказали правильно, система, да, которая из года в год, в общем-то, давала, наверное, хорошие результаты. То, к чему вы шли, стремились, строили. И в то же время, как можно на руинах увидеть перспективу? Ну, давайте приведём такой более простой пример. Наверняка у многих людей был опыт увольнения с работы. И увольняться всегда страшно, особенно, когда с тобой никогда в жизни до этого не происходило таких ситуаций. И это тоже всегда переживание. И часто, даже если человек увольняется, потому что он идёт дальше и вперёд, а не потому, что его выживают с этой организацией, это всегда стресс, это всегда переживание, это ты всегда что-то очень ведь ценное отрезаешь и оставляешь в прошлом. И даже если причина ухода с работы какая-то перспективная, это всегда стресс. Конечно. Но если подумать после, не перепутать бы сейчас слов, после увольнения, да, всегда открываются новые перспективы. И человек имеет все возможности ими воспользоваться. Новые организации, новые люди, новые проекты. И то же самое с разводом. Конечно, неизвестность, она очень сильно пугает, и рушится очень многое. Потому что ведь в семье часто есть дети, и супруги задаются, ну, хотя бы одна из сторон, разными вопросами. Как ущерб наименьший принести детям? Как обустроить свою жизнь и свой быт без партнёра, без мужа или без жены? Как выстроить, ну, действительно, как вообще выстроить всё? Для некоторых женщин и для некоторых мужчин даже потеря статуса того, что ты замужняя или там, что ты женатый, да, это является тоже своего рода таким очень важным пунктиком. Вы знаете, я соглашусь абсолютно точно, но очень часто считается для женщин, да, потеря этого статуса, особенно у нас в России, ну, как-то вроде стыдно, ну, вроде бы я проиграла, вроде бы я, может быть, какая-то не очень женщина. Ну, такая фраза хорошая, не очень женщина. Да, не очень женщина, раз от меня уходит муж. Или я развожусь сама, но я, видимо, какая-то не очень хорошая жена, хозяйка, любимая, раз я не смогла сделать так, вот чтобы вот полюбить его пылко, страстно и всеми фибрами своей души. Ведь по-разному же бывает. Но на самом деле многие мужчины переживают очень трагично потерю семьи. И я имела опыт общения с таким человеком, который переживал потерю семьи как потеря даже самоуважения, что он не смог ничего сделать, и он считает себя абсолютно вот, ну, обесточенным, обессмысленным и в полном поражении. Ну да, вот такое прямо взять, вот так легко расписаться, да, в этом полном поражении. И потом дальше сидеть и смаковать вот это состояние. Кстати, по поводу смакования. Дело в том, что мы должны с вами чётко понимать, что если вдруг в вашей жизни, ну, не дай бог, ну, такое произошло, то нельзя всё время делать вид, что, да, я справлюсь с этим, и не просить ни у кого помощи. Потому что помощь, в принципе, вам могут оказать даже ваши же друзья, ваши родные и близкие, да. То есть бывает так, что вроде бы человек держался после развода таким огурцом таким, да, то есть всё, молодец, да вроде он улыбается, он легко бы справился с этим, да, а потом раз, и всё закончилось каким-то образом печально. Я не буду произносить это вслух, как это может закончиться. Поэтому мы, во-первых, даём себе прочувствовать, да, вот если у вас есть душевные переживания, если у вас есть вот это состояние грусти, горя, ещё чего-то, да, мы никуда эти эмоции не загоняем. Мы в первую очередь их признаём. Мы имеем право на это, да. Имеем абсолютно полное право. Потому что мы уже говорили о том, что расставание – это маленькая смерть. Поэтому отгоревать обязательно надо, и отгоревать нужно по полной программе, да. Будь это женщина вы или мужчина, если надо говорить об этом, значит, будем говорить об этом. Если надо плакать, значит, будем плакать. Если надо кричать, будем кричать. То есть мы эту эмоцию никуда не прячем, да. Единственный момент по поводу смаковать. Вот поплакали полчаса, поплакали час, потом умылись и пошли делать. Пошли делать, да. И пошли жить. Да, обязательно. Потому что иначе так можно, как правильно говорили, да, застрять в этом состоянии и жалеть себя очень и очень долго, годами. Некоторые это делают тысячелетиями, хотелось бы сказать. А может быть и тысячелетиями. Да, может быть и тысячелетиями, как его, кто его знает. Вот, вы знаете, ещё очень важный момент, Надежда, всё-таки, поскольку ситуация ведь очень стрессовая и болезненная, первый момент признать, и признать себя жертвой, и признать, что тебе больно, и признать, что ты ненавидишь и себя, и свою вторую половинку бывшую, и ненавидишь ситуацию, которая тебя заставляет делать то, что ты никогда раньше не делал. Вы знаете, до банального, например, загружать стиральную машинку и стирать. Но некоторые мужчины этого никогда не делают. Потому что всегда это делала жена, да? Или же платить по счетам свет, газ. Иногда некоторые женщины этого никогда не делают. А потом после развода вдруг понимают, что это оказывается большой объём работы. Да. И сказать, признаться честно, что ты ненавидишь всю ситуацию и своего партнёра за то, что тебе нужно делать то, что ты никогда не делал, и тебе не хочется этого делать, тебе сложно сейчас. Второй момент. Поплакали, умылись, пошли жить. И очень важный момент всё-таки, поскольку ситуация очень болезненная, и тут надо относиться к себе бережно. Ну, как будто бы вот... Ну, сравнение такое. Вот когда ребёнок болеет, как мы к нему относимся? С любовью. С любовью и с пониманием. Если ребёнок капризничает, плохо себя ведёт во время болезни, требует много внимания, как мы к нему относимся? С любовью и с пониманием. Да. И более того, мы этому ребёнку это даём, держа его в некоторых всё-таки рамках, чтобы совсем уж он не разошёлся. То же самое нужно и к себе применить, понимать, что в этот момент... Вот сейчас у вас кризисная ситуация, да? Кризисная ситуация. Я болею. Но я с ней справлюсь. Справлюсь. И поэтому позволять себе и плакать, и обращаться за помощью, и относиться к себе бережно и с пониманием, не требовать от себя слишком многого. Ну да, то есть в одночасье я, конечно же, не смогу стать супер-женщиной, да, или супер-мужчиной, которая может, если, например, вы были домохозяйкой, да, невозможно сразу же устроиться на такую работу, которая обеспечит вас в том уровне, на том доходе, который, например, вам давал бывший муж, да? Но, тем не менее, вы делаете изо дня в день по маленькому шагу для того, чтобы восстановить вот эту, например, финансовую экономическую независимость. Всё правильно понимаю, да? Всё правильно. Но вот нужно ли для этого какой-то чёткий план действий, что вот я вот примерно себе говорю, вот я через год должна вот уже там уметь вот то-то, то-то, то-то. Я через год уже смогу там себе позволить это, это и это. То есть какие-то временные отрезки ставят ли себе люди для того, чтобы, ну, хотя бы сверять, в правильном ли направлении я иду. Вот как вот вы сейчас говорили, пострадал, а потом идём и живём, да? И находим в этом идём и живём точки роста. Да, да. Ну вот нужны ли тут вот как раз такие чёткие шаги, когда мы садимся и прописываем, да, я вот это, это, это. И для меня это является показателем того, что я выздоравливаю от тех отношений. И я готова опять наполняться ресурсами и уже входить в другие отношения. И какие-то вот временные отрезки. Я поняла вопрос ваш. Я думаю, что, конечно же, стоит ставить временные рамки, потому что это, с одной стороны, стимулирует, с другой стороны, это помогает просто, это как берега для речки. Ты теки, да? Да. Ты течёшь, и в то же время ты понимаешь, что в нужном направлении. У тебя есть определённые границы, которые, и более того, мы все знаем, что наши желания, наши мысли, они всегда материализуются в нужный момент. Поэтому очень важно себе какие-то опорные точки ставить. С другой стороны, нельзя быть, они просто помогают каждый день что-то делать. С другой стороны, нельзя быть себе чересчур строгим. Если вдруг в декабре такого-то года ты не получила то, что ты хотела, да, потому что жизнь всегда вносит свои коррективы, и здесь нет ничего странного, страшного, и, тем не менее, эти опорные точки, это как вектор для движения. Но, однако, я бы хотела заострить внимание вот на чём. Ведь для того, чтобы понять, куда идти, надо сначала подумать, а чего же я хочу? И ещё я бы самый главный вопрос задала. Каждый раз, когда вы выходите из отношений, задайте себе вопрос, а от чего я в этих отношениях отказывалась? Ну, потому что любая ситуация, это как раз... Это великолепно. Вот это, кстати, может стать опорными точками для движения, потому что ведь надо сначала себя исцелить, залатать какие-то дырки, вылечить ранки, которые всё равно есть. Выйти в состояние баланса, потому что когда человек находится в состоянии боли, агрессии, обиды, то что он может напланировать? А тратить ещё несколько лет своей жизни, чтобы доказать ему, что я чего-то стою. Ну, о боже. Или ей. Или ей. Но это просто катастрофа. Жизнь ведь у нас одна. Потому что в отношения лучше всего входить всё-таки, не забывая о себе, да? Да. Есть очень великолепные упражнения, которым я хочу поделиться. Это самые первые опорные точки, самые первые шаги, которые можно себе позволить. Вот уже было сказано, что от чего же я отказывалась или от чего же я отказывался в отношениях. Будучи вот в этих отношениях семейных. Будучи в этих отношениях семейных. Есть такое упражнение. Мы все прекрасно знаем, для того, чтобы начать новую жизнь, хорошо было бы вернуть долги. То есть долги, они тянут назад, они не дают двигаться. Ну, согласны? Согласна. А есть ещё, знаете, долги себе. Так. Вот те самые... Базовые, да? Базовые какие-то моменты. Без чего ты не можешь. Даже без чего ты как раз-таки и можешь, но ты всегда откладывал на потом. Я это в следующий раз. Ну, например, я... В следующей жизни. Я... Ну, от чего может отказываться женщина? Ну, я не знаю. Там от красивого, дорогого нижнего белья. Ну, вроде бы, ну, что там оно сейчас в семейной жизни? Да ладно. Да ещё это нормально. Да ещё не износилась. Я и так побуду. Ну, от похода в театр. От, может быть, приятной тусовки с подружками. Да? От общения, кстати, с детьми. Очень часто от женщин слышала, что наконец-то я купаюсь в любви своих детей. А так мне было некогда. И это время забиралось с супругом. Вот как ни странно и как ни печально. Довольно часто слышу это. Да, но вот тут очень важно тоже, да, всё-таки мы с вами понимаем, что есть определённая семейная иерархия, да? То есть мы не можем с вами ребёнка потом сделать заместителем своего партнёра. Да, но научиться... Это, кстати, очень важный момент, и ни в коем случае нельзя этого делать, потому что... То есть я сначала любила своего мужа, да, теперь мужа не стало, и теперь я всю свою любовь, которую у меня была, отдаю детям. Сыну или дочке. Да. И они захлюбываются от этой любви. Маленький ребёнок становится на роль взрослого, это непосильная ноша. И более того, мужчина и женщина таким образом ставят себе тотальную преграду для новых отношений. Вот это надо запомнить. Но я тут говорила немножечко не об этом. А про долги. Да, мы не позволяем себе посидеть с детьми, просто поваляться на диване. Мы всё время бегаем, что-то делаем, куда-то с ними бежим и не чувствуем этого времени в этот момент с ними. То есть вернуть себе долги, что я задолжал сам себе, что я откладывал на потом. Ну что? Что это может быть? Не знаю. Я вот всё откладываю на потом путешествия. Путешествия. И путешествие может быть в одиночестве, или в паре, или с детьми, или с подругами. Что это может быть? Это может быть прочитать какую-то хорошую книгу. Или сходить, например, куда-нибудь в мастерскую и полепить глины. Да. Заняться, наконец-то, своим любимым делом, хобби. У мужчин это бывает, наконец-то я съездил на рыбалку. Да, или в спортзал. Или сходил в спортзал. То же самое себя и женщины лишают в спортзала. Ой, ну что я пойду опять на массаж? Ну мне муж помнёт немножко плечики, и нормально, да? Ой, я так хотела в бассейн сходить с минеральной водой. Да ладно, в ванную насыплю соль, капну пару капель аромамасла и полежу. Хотя хорошее дело, но это всё-таки ведь не бассейн. То есть очень важно вернуть себе эти долги. И здесь действительно можно прописать. А вот выписать, во-первых, эти долги, что я себе задолжала приятного и хорошего. И подумать, в каком месяце что я для себя могу делать. Может быть, это стоит денег, а может быть, и не стоит денег. Может быть, это стоит времени, его надо организовать. И начать с этих моментов. И когда вы будете наполняться, будете чувствовать себя лучше, будете заботиться о себе уже сами, то тогда выстроится и план вашей жизни, я думаю. Хорошо. Кстати, о плане жизни. Вот какие вы дадите рекомендации, если сейчас нас слушают женщины и мужчины. Вот некоторые говорят, ой, она так быстро из одних в отношениях ушла в другие. Есть такой, знаете, вслед осуждения. Или наоборот, вот он развелся, потерял себя и не может теперь никак себя обрести. Вообще, есть какие-то такие общие рекомендации, хотя бы пошаговые, которые можно сделать человеку, который вышел из одних отношений и, в принципе, готов выстраивать коммуникации с внешним миром, для того, чтобы не ощущать себя одиноким? Ну, вы знаете, может, скорее всего, да не скорее всего, точно, поскольку самооценка понижается, неважно, в какой роли вы находитесь, кто инициатор развода, самооценка понижается у обоих партнеров. И это без иллюзий. Поэтому люди могут себя ограждать от общения, считать, что, ой, нет-нет, что вы, что вы, это совсем не про меня. Спасибо, я постою в стороне. Да, или, как очень многие говорят, нет, я даже не могу пережить вот эту радость на лицах других людей, которые, да, вы мне предлагаете ещё куда-то в компанию там, да, сходить. А всё-таки здесь приходится быть осознанным и понимать, чего я хочу. Если я хочу быть жертвой, и я это понимаю, я даю себе на это, не знаю, неделю. Это может звучать очень странно, и человек, может быть, готов был бы год в этом пробыть, но попробуйте дать себе неделю. Просто задание своему себе, самому себе, своему бессознательному. Я готов погоревать, побыть жертвой неделю. Вот до такого-то числа. А потом я готов возвращать себя этому миру. И посмотрите, а что же будет происходить. И всё-таки не отказываться от общения. Ни в коем случае. Общаться. Ведь общение ничему не обязывает. Оно же очень приятно. Даже если в первое время вам будет казаться, что я не могу ничего общать этим людям, которые меня окружают, дать положительного. Даже если вам хочется просто вдруг в шумной, весёлой компании взять и посредине разговора разрыдаться, это тоже уже терапия. Да. То есть вы помогаете сами себе. Вы уже рыдаете не в одиночестве, вы уже рыдаете в окружении людей, которые вам ценные и с которыми вам интересно. Совершенно верно. Если взрослый человек способен ещё на такие спонтанные выражения эмоций, то это очень здорово. Но, например, часто для мужчин это неприемлемо. Хорошо. Есть другой способ. Какой способ для мужчин? Есть такой терапевтический, релаксирующий подход к выгружению эмоций, к конструктивному и безопасному и для себя, и для окружающих. Так вот, это простой вдох и выдох. Вдыхаем через нос, а выдыхаем через приоткрытый рот. Но не как будто бы свечку задуваем, а как будто бы греем свои руки. Это разное дыхание. Практика называется дыхание жизни. То есть не... И это можно делать где угодно. Это, во-первых, незаметно. Во-вторых, это действительно помогает выгрузить эмоции и становится легче. Когда накатывают слёзы, делайте ту же самую практику. Эта практика называется дыхание жизни. Вдох. Я принимаю, что со мной сейчас происходит в данный момент. А выдох означает, я отпускаю эти эмоции. И когда вы к этому дыханию подгружаете ещё вот такую мысль, то это действительно работает. И расслабляется тело, и отпускают эмоции, и становятся гораздо спокойнее. Поэтому применяйте. Хорошо. Спасибо за практические рекомендации. Оля, скажите, пожалуйста, вот если человек, выйдя из одних отношений, понимает, что он не готов к следующим, он патологически боится этого, и он себя обрекает изначально на то, что я, наверное, сейчас один поживу, а там уж как сложится. Такая тема интимофобии. Я хочу, чтобы... Вообще с этим можно работать? Или же вы считаете... С этим даже нужно работать. Я перебила немножечко. Вот вообще эта тема. А потом как сложится. Ну, это вообще, честно говоря... Инфантильный очень подход. Инфантильный подход. Это подход, конечно же, детский. Это снятие из себя ответственности, что прокатывает в детском возрасте, а взрослый человек потом очень сильно от этого страдает. Поэтому, конечно, стоит обязательно, стоит с этим работать. И как получится, не сложится. Если вы хотите быть счастливым, стоит не просто прочитать какие-то книги, стоит действительно обратиться к психологу, к психотерапевту и поработать и со своими страхами, и со своей болью, и со своими разочарованиями, и с непрощёнными обидами, и с несбывшимися ожиданиями. И мне кажется, вообще стоит это сделать бы всем. И ему, и ей, для того, чтобы освободить своё пространство, внутреннее пространство своего сердца от боли, и на это место автоматически приливает любовь. Любовь как способ смотреть на этот мир. И вообще говорят, что правдивые глаза у любви. И вот когда человек освобождается от этого своего кривого зеркала, боли, и наполняется любовью, вот тогда точно потом можно выбрать уже отношения и быть в них уверенным. То есть не так, а, как получится, а всё-таки вот глаза любви и сердце, наполненное любовью, оно помогает чувствовать. Вот эта тема, а, как получится, да, она ещё и не прокатывает, потому что мы чаще всего, выйдя из одних отношений, потом строим отношения, опять-таки, под копирку, если не проработано, да, вот это, если не сделано работа над ошибками под копирку, то ещё работает. Ну, вы знаете, самое смешное, да, люди, закончив одни отношения, ну, хотят встретить нового партнёра, и что происходит? Вот когда не отработано, никаких уроков не воспринято, и человек внутри себя не вырос. Что происходит? Мы иногда встречаем того же самого человека в новом... Только в другом обличии. Только в новом теле. И это катастрофа. Но, знаете, бывает так, поработав над собой, поняв и осознав уроки, которые дали эти отношения, и этот партнёр, можно встретить ведь и нового человека, даже в старом теле. Такое ведь тоже бывает. Тоже бывает. Очень часто. Да, сколько угодно примеров, когда люди умудряются зайти в одну и ту же реку, и при этом потом бывают безумно счастливы, правда? Да. Правда, река всё-таки, мне кажется, не бывает той же самой. Одно и той же самой. Берега. Да, берега те же, а содержание другое. Ну, это тоже, кстати, радует. Хорошо. И, наверное, вот очень хотелось бы сейчас задеть тему, да, когда распадается семья, когда случается развод, и остаются дети. Мужчины с женщиной перестают друг для друга быть мужчиной и женщиной, да? Но они не перестают быть для детей отцом и матерью. Как вот здесь грамотно выстроить отношения, какие-то общие рекомендации мы можем с вами сейчас дать? Ну, первая рекомендация, что поможет вообще выстроить эти отношения, это освобождение от претензий и обид. Тогда выключается стратегия мести, потому что часто женщины, не осознавая, манипулируют и мстят. Через детей, да? Через детей. Я тебе не дам видеться. С другой стороны, я... Это самый, по-моему, немудрый подход. Это самый немудрый подход. Больно всем. Более того, я задавалась вопросом, а почему женщина так себя ведёт? Ведь она, может быть, сама когда-то в своей жизни, будучи ребёнком, прожила историю развода мамы с папой и страдала, когда не было рядом папы. Что же её заставляет так себя вести? И мне пришла такая мысль, может быть, вы и поддержите мужчину, когда не поблагодарил свою женщину за детей, за вот этот опыт жизни, который был, не простил, то ей очень трудно разрешить видеться с детьми легко, по-честному. Это такая форма, что прояви ко мне уважение, поблагодари меня, потому что очень не хочется чувствовать себя, я извиняюсь, инкубатором. Выносил, выносила, родила, сейчас я их воспитываю, ты приходишь на пару часов, потом уходишь. Хочется всё-таки почувствовать другого отношения, да, женщине бывает. Другого уровня, да? Другого уровня. Простить, отпустить, поблагодарить. И если мужчины задаются вопросами, как мне наладить отношения, как сделать так, чтобы я виделся со своим ребёнком или детьми столько, сколько я хочу, а я, например, хочу много, и чтобы бывшая жена позволяла. Вот подумайте, поразмышляйте. Есть за что поблагодарить, есть увидеть, какие уроки, что хорошего она для вас сделала. Может быть, ведь вы выросли рядом с ней всё-таки в чём-то. И если у вас есть способность так посмотреть на вашу бывшую супругу, то я думаю, что ваши желания, они решатся сами собой, и никаких препятствий просто не будет. То же самое к женщинам относится. Простить, отпустить, поблагодарить за опыт, увидеть этот опыт и уроки, и тогда всё будет проще. И ещё, наверное, что тоже немаловажно, это понимать, что участие отца, как и участие матери, да, они равнозначны в жизни ребёнка. И поэтому, мне кажется, ни одна мама, ни один папа, в общем-то, не пожелает плохого для своего ребёнка. И вот если вы умудритесь договориться вот на этой нулевой точке, когда вы поняли, что у вас развод неминуем, сможете договориться о том, что папа и мама самые лучшие в жизни, то есть чтобы транслировать, когда, например, папа встречается с детьми, что что бы я ни испытывала, какие бы там у меня не были претензии к супруге, какой бы там ни было боли и ещё чего-то, но детям мы транслируем, что она самая лучшая мама на свете. И то же самое делает мать при детях о своём отце, ну, об отце детей. То есть вот это такая, знаете, может быть, первое время это будет не так комфортно, не так просто сделать, да, но это один из тех самых подарков, которые вы действительно можете подарить своим детям, когда они будут уже взрослыми, они вам за это скажут спасибо. Действительно, я полностью поддерживаю. Дети должны знать, что мама самая лучшая, папа для них самый лучший. Потому что иначе они не могут себя назвать потом лучшими, и им не на что будут опереться, правда? Действительно, ведь вообще такой аспект, когда родители разводятся, то дети лишаются опоры, но, честно говоря, опоры лишаются и оба супруга. И вот если уж не хватило мудрости, внутренней дисциплины сохранить отношения, сохранить любовь и уважение, то, надеюсь, хватит мудрости и воли для того, чтобы транслировать детям, что мама с папой самые лучшие. И всё это делаем, опять-таки, ради своих собственных детей, потому что они должны чётко понимать, что в них есть и часть мамы, и часть папы, и там не может быть ничего плохого. Действительно так. Хорошо. Ну что, я думаю, что мы уже уговорили всех наших слушателей о том, что если уже и случилось такое неприятное мероприятие в жизни, как развод, то после развода жизнь существует тоже. Естественно. И причём она может быть на уровень, даже на порядок выше, если вы прикладываете к этому усилия. Что вы скажете по поводу того, чтобы не ставить на себе крест, чтобы идти смело в новые отношения, чтобы искать знакомства, и, может быть, даже опять выходить замуж или жениться, и рожать детей. Как вы к этому относитесь? Я могу сказать, что если спросить у детей, хотели ли бы вы маме или папе такой судьбы, что всё, больше она никогда не вышла замуж и всю жизнь положила на вас. Ни один ребёнок за это никогда не благодарен. Мы это знаем по рассказам вот таких детей, которые уже выросли. И мы знаем эти истории, когда отношения между родителями и детьми именно по этой причине портятся. Поэтому ставить крест у меня в голове даже это не укладывается. Отлично. И я надеюсь, что у наших слушателей тоже ни в коем случае. Наоборот. Даже если в вашей анамнезе, как можно сказать, доктор сказал, есть развод, а может быть, даже не один и не два, тем не менее, опять-таки прописываем траекторию развития. И ни в коем случае не останавливаемся. Мы не боимся новых отношений. Мы идём в эти отношения смело, но анализируя чётко опыт прошлых лет. Поддерживаю полностью. Ну что, друзья, на этом наша программа завершается. Сегодня мы говорили на такую непростую тему, как пережить развод. И мне эту тему помогла раскрыть Ольга Счастливцева, наилопсихолог и психотерапевт. Туля, большое спасибо. Спасибо, Надежда. Ну а мы желаем всем вам крепкого здоровья, любви, ну и крепких семейных отношений. Если вы помните, то очень многое в ваших руках.